Вы опытный рыбак, знаете, что, как минимум, у вас уже есть спасательный жилет. Может быть, у вас еще и веревочка какая-нибудь есть? Есть что-нибудь? Или хотя бы жилет? Веревочку не брал. Не брали, да? Лед надежный теперь. Да, сейчас надежный. В принципе, сегодня говорили 9 сантиметров. Безопасный лед считается. Вот 7 сантиметров. Ну, на всякий случай. Да, вы, тем более, тут недалеко от берега. И в будние, и в выходные на юбилейном озере все берега заполнены рыбаками. Время от времени, буравя новые лунки и подсекая рыбу, они готовы часами гипнотизировать воду. Многие рыбаки признаются, что для них зимняя рыбалка стала настоящей зависимостью. Не могу я без рыбалки, ну, практически ни дня. Ну, что, ловлю, когда, как погода, от ситуации. Ловится, не ловится, это уже второстепенно. А так вот, посидеть на воздухе, пообщаться с людьми. В таком увлечении есть множество нюансов. От самих способов ловли до длительной подготовки к выходу на лед. Здесь, как отмечают спасатели, от соблюдения всех правил может зависеть жизнь самого рыбака. Есть интерес у рыбаков. Хватает рыбаков на озере. Кто-то в жилетах, кто-то без. Те, кто без жилетов, отправляем на берег. В большинстве случаев рыбаки сразу идут на лед. Редко очень умные граждане подходят и спрашивают о том, действительно ли можно выйти. Наблюдаем с берега, подходим, спрашиваем у них. Некоторые рыбаки сидят с 9 часов утра до самой темноты. Просто как на вахте люди работают. Часто со стороны лед выглядит прочным. Однако, если на улице резкие перепады температур, ледяная корка утончается и становится небезопасной. Поэтому, прежде чем организовывать подобный вид досуга, убедитесь, что акватория действительно пригодна для зимней рыбалки. Сезон зимней рыбалки в самом разгаре. Здесь, на озере Юбилейном, рыбалку разрешили. Тем более, что лед достаточно крепкий. Поэтому многие приезжают сюда, чтобы порыбачить. Некоторые все-таки предпочитают делать это у берега, у камышей. Здесь, говорят, рыба залегает. И можно поймать самую крупную. Пока мы это еще не проверили, но все еще впереди. Зима только началась. Практически каждый год случаются ситуации, когда люди по различным причинам оказываются в ледяной воде. В связи с этим МЧС и Освод регулярно проводят совместные рейды на реках и озерах. Такая профилактика в будущем позволяет избежать трагических последствий на льду. В этом году у нас по городу Гродно пока жертв зимних водоемов нет. В прошлом году тоже не было. Мы работаем на упреждения, всегда информируем население, проводим профилактические рейдовые акции людей, которые выходят на лед. То есть рыбаков постоянно контролируем, инструктируем. И смотрим, чтобы они не находились на опасных участках. Для того, чтобы обезопасить себя, спасатели советуют рыбакам не пренебрегать простыми правилами поведения. Не выходить на лед, пока его толщина не будет минимум 7 сантиметров. Двигаться только убедившись в его прочности. На расстоянии 5-6 метров друг от друга. Также не стоит пробивать много лунок в одном месте. Это может быть опасно. Помните, что никакое хобби не стоит человеческой жизни. А потому внимательнее относитесь к своей безопасности. Ольга Пранкевич, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова